Всем привет! Пришли с Жужей на огород. Клубничка, овес. Мы его состригали, и так он растет, отрастает. Жужа любит его подъедать. Это чеснок. Прикрыли листьями, надо побольше. Пришли нарвать зелень. Буду делать салат из авокадо. Это петрушка. Ну и такая есть петрушка. А еще это сельдерей. Значит, сорвем петрушку и кинзу. Вот так в этом году. А это рукола стоит зелененькая. Тоже можно нарвать на салаты. Вот такая зима. Уже вечер, у нас уже скоро 4 часа. День становится немножко больше. Это радует. И тепло очень. Сейчас 8 градусов. Днем было солнечно. Наверное, было больше. Я не смотрела. Было очень тепло, но был ветер. Вот всю зиму можно рвать и вот употреблять свежую зелень с огорода. Это хорошо, конечно. Мне это нравится. Но как бы, вроде бы как, не совсем нормально это для нас. Ой, в кривом роге мы живем. Вот такая зима. Немножко поснежило. Замерзало. То дождь, то лед. То мороз. Ну, сейчас вот так. Все подготовила для салата. Вот такой полезный, легкий, вкусный салат у меня будет. Можно назвать салатом, пастой, соусом. Все это будет правильно. Главное, что это очень свеженький и вкусный салат получится. Синий лук, зеленый лук, чеснок, немножко зелени, петрушка и кинза, немного оливкового масла, ну и, конечно, соль и перец. Авокадо и лимон купила в АТБ. Авокадо такой мягенький, хороший выбрала. В салатнице у меня уже авокадо. Раздавила вилкой авокадо, взбрызнула лимонным соком. Нарезала лук, синий, зеленый. Подготовила помидорки, нарезала. И вот здесь косточка из авокадо. Я ее протерла салфеточкой. И очень много слышала о пользе косточки авокадо. Ее очищают, натирают на терке, затем высушивают, на кофемолке перемалывают и добавляют в пищу, ну, типа как приправу, и заваривают как чай. И очень много рассказов о пользе косточки авокадо. Ну, нигде я не слышала никаких исследований, ни от докторов, вот только блогеры рассказывают. Советчики, блогеры. Это как бы, и даже одного я слышала о том, что это ядовитая вещь. Поэтому я не буду пока этого делать, пока я не найду серьезного подтверждения тому, что вот эта косточка приносит именно пользу организму, а не вред. То же самое говорят о кожуре авокадо. Вот то же самое. Многие употребляют, но я думаю, пока нет серьезных, а не, может быть, есть серьезные подтверждения, но я не нашла. Вот, поэтому я это исключаю. Пока не удостоверимся, что это действительно полезно. Теперь добавлю помидорки. Нарезала зелень. Чеснок пропустила через пресс. Можно тоже нарезать. И осталось добавить немножко оливкового масла. Совсем немножко надо, потому что сам по себе авокадо он жирный. Присолить и добавить черного перца. И мой гуакамоле готов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!